Дамы и господа, зрители и все те, кто просто мимо косы монопатриартов в родах, очень оживленный улиц, там почему-то очень много людей, то есть прям до конца очень много людей, сегодня может быть какой-то правильный, так, что у нас сегодня? Сегодня просто четверг, а улица очень оживленная, и есть ли у вас, возможно, какое-то предположение, почему здесь так много народу в четверг, в обычный день, на Патриарших прудах? Самое главное, что все куда-то идут, куда торопятся, и туда, и туда, и непонятно, короче, куда они все идут, куда они идут, или откуда они все идут? Ваше мнение? Пишите ваше мнение в комментариях Может быть вы здесь бывали, может быть вы здесь живете, я не знаю Я просто первый раз здесь, первый раз в своей жизни, и понятия не имею вообще, где и что здесь происходит, что здесь и как, короче Подлявшие пруды За мной, собственно, сам пруд Ну, короче, если честно, сразу такой прям ощутился вайп, вайп того, что люди здесь все, ну такая роскошная улочка, европейская Сейчас я еще покажу вам, обязательно прогуляемся еще, но, если честно, сразу ощутился вайп, где там люди хотят показать себя, ну, то же, что было там на Джибиаре в Дубае, там, что я, в общем, повидал это все, да, ну, как бы это, эти понты, как бы не совсем по мне Взял с собой доброго самоката, доехал, да, прудов, оставил тачку, там, ну, как бы скинул ее за несколько кварталов, короче, потому что тут уже пробки Тут все хотят показать, какая у них красивая крутая машина или еще что-то, но много красивых людей, да, спор нет, но много красивой архитектуры, много историй и много всего другого Поэтому это, как бы, неплохое место, ну, точнее, разнообразное место, вот, а тут люди сидят, тоже выживают в тишине, в спокойствии, там молодежь, полиция И самое, ну, никто не катается на самокате здесь, как вот, допустим, как вот вчера, как бы, да, вчера, где я был, в парке Горького Вот там было вообще, это, ладно, там, там, да, там очень много молодежи и все они, все катались на чем-то, ходили, гуляли, там, отдыхали Ну, а здесь такая уже повзрослее молодежь, пытается показать себя, ну, ладно, это все очевидно А мне больше интересен вот этот лебедь Посмотрите, это действительно, действительно, вау, там еще один лебедь Смотрите, вы это видели? Серьезно? Ага, вы-то видели лебедь? Это же настоящий лебедь Посмотрите, привет Он просто лежит, отдыхает, лебедь, представляете? И самое главное, какой он красивый, а Блестяще белый просто Это же такая красота Окей, а мы двинем дальше, посмотрим, что тут еще интересного Брат, брат, ты че, односторонне? Опа, опа Я вообще, вообще не знаю, где я говорю, вообще Нaksая красота, а? Так, короче, вот здесь вот, на этом перекрестке вот я вот недавно короче стою здесь на этом перекрестке и хочет стоит роллс-ройс номерами 777 777 6 семерок круче там на 3 семерочки номерок блатной вот и принципе здесь это нормально в этом районе это самый богатый район москвы это патриаршей пруды ну короче все крутые сейчас вот тоже ехали и в общем там стоял mercedes киренваген и в нем сидел то ли актер какой-то ли футболист короче не знаю такой типа посмотрел на меня он проезжает спасибо и поехал дальше короче остановился показать вам этот красивый вид просто не мог не остановиться я так понимаю это арбат смотрите там какая красота какие-то высокие домики красиво сутки ну а там и все на спасите и еще одна ставит скоростка красота я не знаю как конечно вы это все видите но довольно красиво в общем очень красивое здесь место это я так понимаю дом правительства там дальше там дальше отель редисон и за ним уже вас просить красота а сейчас под Vegan whether you want to drop your Amazon а сейчас мы находимся у такого мощного сооружения Лукойл Арена и стадион Спартака я в принципе видел стадион Спартака как бы по телевизору где-то еще может быть но я не знал что тут такая мощная статуя стоит вы просто посмотрите на этого Спартака, а не самого Спартака статую Спартака поставили прямо у входа да и сама Арена Лукойл Арена тоже смотрится очень эффектно ну здесь я еще не был но уже хочется побывать и тут тоже в принципе видел я наверное только перформанс Спартаковских болельщиков ну а сам Спартак в действии блин ну если честно ни фаната ни любитель ну как бы я даже и не следил за ихними играми знаю наверное только Оленичева Оленичев если не ошибаюсь игрок в спорной России еще был во времена Аршавина Павличенко ну а рядом со Спартаком кстати неплохой жилой комплекс находится посмотрите это очень какой-то красивый квартальчик ну видно райончик новый довольно таки прям целый такой новый квартал я даже не понимаю ну я не знаю в каком-то таком стиле но выглядит довольно интересно в каком-то таком стиле